итак друзья здесь это то же самое коробочка была слегка помята вот мы видим опять же что можно 8 часов подзаряжать и 30 минут пользоваться но это не солидно конечно на самом деле затем какая-то хренатень в общем что-то тут непонятно ну во всяком случае я так и не пойму ну давайте посмотрим на то что у нас есть как бы в наличии значит тоже такая дешевенькая упаковочка я ее немножко перевернул и вот она так у нас разбросалась ничем она тоже не была значит склеена вот значит здесь у нас мы видим то же самое зарядное устройство зарядный у нас будет шнудок чистка для чистки то есть если мы видели здесь вот такую маленькую здесь она чуть чуть побольше но принцип абсолютно такой же вот разницы абсолютно никакой нет насколько я понимаю вилка абсолютно идентичная ну я думаю да я думаю да вот ребята здесь мы уже видим уже насадки отдельно здесь мы видим аж три насадки вот 6 миллиметров 3 миллиметра 6 миллиметров а также 9 миллиметров они вот такие вот довольно быстро гнущиеся и давайте мы посмотрим уже саму бритву значит бритва у нас выглядит немножечко кстати дешевше кстати по дешевле здесь у нас какое-то место и здесь у нас уже есть да здесь мы видим уже батарею батарея от 12 12 вольт вернее и насколько она правда я не знаю а вот 600 миллиампер оу 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 нет спасибо мы можем ее отключить отлично друзья и что хочу сказать опять же батарея работает батарея заряжена то есть мы можем смело начинать работу значит что хочу сказать вот здесь вот друзья мои вы видите да о том что вот здесь вот есть такая поверхность и эта поверхность пошкарябана то есть такое ощущение что ею и или елозили уже по столу где-то ну то есть я понимаю если я покупаю нулевый абсолютно нулевый вообще планирую как бы покупать нулевый товар то он должен быть нулевый а не какой-то поцарапанный но видно что это очень дешевая вот это вот дешевая дешевле гораздо давайте я продемонстрирую то есть если вот этот сам ну я не буду говорить цены сами увидите узнаете кому интересно кому нужно значит вот так вот выглядят эти две вещи здесь какой-то светодиод наверное когда мы будем заряжать он загорается значит здесь покрытие вот серебряная но это просто пластик он отколупнется наверное и будет некрасиво совсем то есть вот это она будет нормальная в пользовании я посмотрю проверю как она на самом деле будет но друзья если там мы видели что у нас нету не было у нас никаких допустим насадок да вот но одна насадка которая двигалась туда-сюда то в этом случае у нас здесь аж три насадки повторюсь это насадки на 3 миллиметра на 6 миллиметров и на 9 миллиметров давайте попробуем поставить как это будет выглядеть допустим я хочу брить вот вот это у меня 6 миллиметров я знаю значит мы выбираем допустим 6 миллиметров вот она и ставим эту насадочку она ставится я ее уже поставил и я не уверен что она у нас тут я не знаю как по идее крепление крепится она вот так насколько я понимаю то есть мы просто загоняем ее сюда потом здесь защелкиваем в итоге у нас получается такая непонятная конструкция и я лично не знаю может я дебил в чем я сомневаюсь может кто-то давайте попробуем вот она работает но допустим я не очень представляю каким образом она будет у нас брить давайте еще раз посмотрим то есть вот этот вариант он налысо идет да вот этот вариант вот он вот этот вариант естественно он сразу бреет налысо причем наголо конкретно значит этот вариант 6 миллиметров вот таким образом мы его ставим и после этого вот здесь вот уже пошли шелушение то есть друзья вот эта поверхность покрытия она конечно не очень хорошая вот ну я в принципе не для себя эту брал я брал для товарища для своего ну вот но я не специально выбирал что к чему ребята вот здесь вот я не знаю как крепится наверное открывается какие-то вот эти вот ставки не важно но она тоже вот вот это кажется более прочным качественным и без крутасов этот же вариант ну не знаю вот так вот как-то надо ставить ничего что-то было не кто-то видел не то есть по идее вот так вот надо и пошел 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 вот естественно нужно включать но в данном случае я бриться не буду я это брал тоже для бороды но вот я брал вот эту себе для бороды вот то есть этой будет наверное как-то удобно там я не знаю вот так как-то ну хрен его знает я вообще первый раз я обычно своей другой пользовался бритвой но сейчас буду пользоваться вот той бритвой а эту бритву я наверное уже буду в качестве маленького презента ну что там она стоит ерунду но в любом случае маленький презент это приятно значит что я могу по ней сказать тоже у нас есть брошюрка брошюрка у нас есть то же самое на английском языке и вот у нас получается китайская здесь даже гарантийный талон скорее всего есть также на китайском языке друзья китайцы вы тоже можете либо кто изучает китайский язык тоже может как бы получить удовольствие от разгадывания этих великолепных иероглифов так ну вот примерно друзья и все и примерно и все 9 миллиметров но надо попробовать надо попробовать как она будет работать ну наверное если вдруг у меня получится пользоваться значит какой-то вот этой допустим или вот этой или я подарю а потом мне расскажут что к чему естественно я уже в комментариях там немножечко тоже дам знать понравилась эта тема или не понравилось друзья ну что на этом значит мы заканчиваем наш показ мод электрических бритв вот хренатень короче мы заканчиваем эту я надеюсь что что-то там получилось понять ну что если вы ищете недорогие бритвы но качественные бритвы я думаю вполне возможно что вы будете рассматривать именно эти два варианта потому что насчет вот этой допустим я знаю что она более качественная вообще то есть вот этот вариант вот этот вариант бритвы KMA она бреет в принципе она очень портативна кстати она немножечко на мой взгляд тяжелее чем вот это да вот это по-моему тяжелее чем вот это вот ну и по-моему мне почему-то кажется что это будет более долговечно именно поэтому я соберу ее себе друзья спасибо на этом все если есть какие то вопросы ну или просто комментарии пожалуйста оставляйте ссылку я скорее всего кину на сам товар ниже видео вот ну и палец вверх ну и все давайте тогда здоровья всем пока